Творчество сбежает нас! Лучший форум Селиаз! Синие, желтые, красные, зеленые, фиолетовые, оранжевые. Различные цвета, различные интересы. Экономика, медиа, патриотизм, экология, политика и творчество. На форуме Селиаз учитываются все направления и интересы. Патрис первый раз на форуме выбрал экологию. Это направление на форуме неизменно пользуется популярностью. Направление наиболее актуальное и интересное именно для всех. Я думаю, что политика интересна политикам, экономикам и экономистам, а вот экология наимна всех касается. Первый раз мне очень нравятся здесь все такие добрые, приветливые и вообще классно. Цвета радуги – это напоминание о следующем крупном форуме – 19-м всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи. Его символ – многоцветная ромашка. Сегодня ее создали участники Селиаза. Каждое направление – лепесток. Участники приехали из разных регионов России – Крыма, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Дагестана, а также и за границей – Молдавии, Украины и Казахстана. Такой интерес к форуму не случайен. В этом году Селиаза отмечает юбилей 10 лет. Поэтому участников особенно много – больше тысячи человек. А любое мероприятие, форумы, фестивали – это, конечно, прежде всего желающие сюда приехать. И в этом году у нас беспрецедентное большое количество зарубежных стран, участников наших земляков с других регионов Российской Федерации. Особый гость на этом фестивале – представитель Ирана. Сияваш Шахревал. Пока на форуме нет иранских студентов, однако связи с каждым годом крепнут. Исламская республика готова к культурному обмену. Нам нужно больше обсуждать проблемы окружающей среды, потому что мы соседи по Каспийскому морю. Это экономические форумы, экономические обмены. Третье, что я хотел бы указать – это общие исторические и культурные ценности, потому что мы все связаны между собой. Участников форума ждут не только развлечения. Уже вечером начали работу образовательные площадки. Лекции помогут участникам создать собственные проекты в различных сферах – от искусства до бизнеса. Сразу виден, что ребята настроены не только отдохнуть, но и поработать, пообсуждать те проблемы, которые будут подниматься по своим направлениям. Могу сказать, что тот заряд положительной энергии, который я получил в момент открытия, конечно, он очень сильный. И я очень хочу, чтобы по окончании этого форума появились и конкретные дела, и конкретные проекты. Пять участников с лучшими идеями получат шанс их реализовать. И смогут рассчитывать на грант от Росмолодежи. Наталья Фомина, Руслан Срывченко, Центр новостей.